Я хотела бы с вами поболтать, я вам обещала, я сейчас посмотрела в инстаграм в историях планы на месяц. Я решила сделать такой планировщик в сохраненных историях. Каждый месяц я буду выкладывать в начале, в первых числах планы на месяц, по видео, конечно же, ну и по вязанию, возможно, тоже. И потом буду стараться их выполнять, а вы будете смотреть, что выполнено, что не выполнено. Просто интересно посмотреть. Вашу реакцию тоже было интересно увидеть. Многие запрашивали именно неделю стартов, я ее сделала, мастер-класс по лисичкам. И также интересные болтологические видео, такие как вот сейчас, например, да, будет. Я вяжу шапочку, мне тут вязать и вязать еще, ну вот так вот где-то, да, чтобы отворот был. Поэтому я ее беру как процесс, когда не нужно думать, вот, хватаюсь за шапку. И поболтаем с вами на тему рекламы, платных мастер-классов, рекламы на ютубе. Вы уже прекрасно знаете, ну, те, кто мои коллеги, вязальщицы, ютуберы, блогеры, конечно же, в курсе, подписчики тоже, наверное, уже все в курсе, что ютуб – это бесплатная платформа. Бесплатно, мы выкладываем видео бесплатно, вы бесплатно смотрите. Но сам ютуб просто так существовать не может. И, конечно же, он, во-первых, берет рекламу с рекламодателей и какую-то часть от нее, берет деньги от рекламодателей и какую-то часть небольшую совершенно оплачивает блогеру за это. То есть мой работодатель сейчас – это ютуб. И он, конечно же, платит налоги и так далее. Поэтому те, кто там часто бывает, что вы вот прячетесь от налогов, ну, во-первых, многие девочки переходят на самозанятость. А во-вторых, налоги с каждой рекламы, с каждого блогера, ну, все это оплачивается ютубом. Иначе ничего бы не было, вы знаете, то есть сквозь пальцы никто не смотрит на это. По поводу того, что за рекламу платят деньги, за рекламу ютуб платит деньги блогеру, если эту рекламу просматривают полностью, не пропуская, да, нажимают пропустить, либо кликают на нее. И тогда блогеру капает его зарплата заслуженная, я считаю. Поэтому, если я делаю мастер-класс бесплатный, выкладывая в свободном доступе, я ставлю побольше рекламы, чтобы хоть что-то, как-то оправдать, да, свой труд, потому что я себя уважаю, свой труд уважаю и уважаю вас при этом. Поэтому выкладываю в свободном доступе, бесплатно, но ставлю рекламу, чтобы этот труд был вознагражден. Я не говорю о том, что те, кто продают мастер-классы, они не уважают своих подписчиков, вязальщиц. Нет, конечно же, нет. Просто я знаю, что есть люди, которым эти деньги совершенно не лишние, но вязать хочется, хочется вязать какие-то новые интересные модные вещи. Кто-то только учится, да, кому-то просто удобнее, ну и, конечно же, дешевле посмотреть бесплатно. И поэтому я и многие другие блогеры все так же выпускаем бесплатные мастер-классы, чтобы подписчики прибавляли, чтобы люди спокойно могли зайти на YouTube и выбрать себе нужный мастер-класс, и посмотреть его, и связать вещь, которая понравится. Но этот труд оплачивается совершенно, ну, в большинстве своем, да, несоразмерно силам заложенным в него, да, мастер-класс снимается очень долго. Если подробный мастер-класс по петельной с набором и закрытием, все от и до, ну, это колоссальная работа. Вы попробуйте сами представить себе все это, и нужно и объяснить людям, чтобы большинство поняло. Многие не понимают вообще элементарных вещей. Поверьте мне, есть такие вопросы, что просто за голову берешься и думаешь, ну, вроде бы я все сказала в мастер-классе, я перематываю, пересматриваю. Даже если у меня нет времени, мне лень там, я занимаюсь другими делами, мне просто угоняют в ступор эти вопросы. Я захожу и смотрю, что так вот же, я же все здесь сказала. Но нет, людям нужно еще раз объяснить, еще и еще и много, много тысяч раз. Вот, поэтому это очень большой труд, и я считаю, что он должен быть вознагражден хотя бы просмотром рекламы. Это не так сложно. Я сама, если смотрю мастер-классы, я обязательно всю рекламу просматриваю от и до, потому что считаю, что блогер это заслужил. И я не призываю вас просматривать всю рекламу на моем канале, если вам этого не хочется. Я, конечно же, ценю ваше время и ваши нервы, но все-таки, если вы на меня подписаны, я прошу вас хотя бы иногда смотреть рекламу, потому что это для меня идет, это моя зарплата. У меня нет работы, на которую я бы ходила ежедневно куда-то там в офис, да, это моя работа, это мой труд. Я трачу все свободное время, даже больше без выходных. Я практически работаю на двух каналах на ютубе. Вот, это моя работа. Еще, да, по поводу прислания пряжи, вот, подарков. Некоторые очень завистливо пишут, что вот, вам же бесплатно достается. Это совершенно не бесплатно, совершенно не бесплатно. Попробуйте наработать много тысяч подписчиков, попробуйте ежедневно выставляйте свою жизнь на показ, попробуйте общаться с сотнями людей, которые вас не очень-то любят, да, недолюбливают. И при этом нужно оставаться вежливым человеком. Это не так легко, скажу я вам. Так что я считаю, что и за рекламу все-таки нужно платить. Согласитесь, что если вы рекламируете какую-то свою услугу, то вам бесплатно тоже никто ничего не должен, что вам никто этого бесплатно делать не будет. Например, там вы где-то работаете, вы знаете, да, что реклама везде сейчас стоит денег. Везде, в каждой сфере есть услуги по рекламе. И по большей части рекламодателям, вот магазинам пряжи это стоит не таких больших денег, как если бы они платили за рекламу, не знаю где, в журналах, на телевидении и так далее. И здесь это более качественно, более быстрая отдача идет. То есть люди посмотрели, ах, вот любимый блогер покупает там-то, там-то, берет там-то, там-то пряжу, пользуется. Вот она ссылочка, вот он промокод со скидкой, да, почему бы и нет, почему бы не воспользоваться. Это гораздо удобнее, чем искать самому, во-первых, да, в непроверенном магазине покупать, еще и без скидки. Вот. Поэтому если вы пишете в упрек, то, пожалуйста, задумайтесь, что эта работа такая же, как ваша работа, если она у вас есть. И по поводу мастер-классов платных я хотела бы тоже остановиться на этом. Что сейчас многие девочки, многие мастерицы переходят на продажу своих описаний и в продажу своих мастер-классов. И я тоже обязательно к этому приду когда-нибудь. Но пока меня устраивает то, что есть на моем канале. То, что я выпускаю мастер-классы, те, которые мне удобно выпускать, те, которые я хочу выпускать. В таком виде, в каком я хочу выпускать. И то, как я же говорю, очень много требований и недовольства и претензий даже к бесплатным мастер-классам. Довольно-таки подробным. Потому что почти все мои мастер-классы это очень-очень подробные, на мой взгляд. Конечно, я не могу смотреть взглядом новичка. Я уже давно не новичок. Но, по-моему, все очень даже понятно. Но, как я уже сказала, что это несоразмерная оплата идет этого труда. За влоги даже иногда больше денег капает, чем за мастер-классы. Ну, конечно, я не говорю о тех мастер-классах, которые выстреливают, которые актуальны долгое время бывают. Как мои платья, например, вязаные. Как мои кардиганы вязанные. И шапки. Да, на шапке тоже часто много бывает просмотров из года в год. Но это не всегда. У меня достаточно много мастер-классов. И только несколько я могу перечислить, которые именно выстрелили. А остальные, ну, просто. Детские в основном вообще очень мало просмотров. Лучше действительно снять влог вместо детского мастер-класса. Но я понимаю, что, во-первых, для вас, да, для зрителей, у которых есть дети, внуки, все-таки нужно чем-то наполнять канал. И почему бы не наполнить его мастер-классами детскими, раз уж я все равно вяжу детскую вещь, да. Во-вторых, мне приятно создавать мастер-классы и радовать своих зрителей, тех, кому это нужно, необходимо, действительно. Вот такие вот мои мысли. Вообще, я восхищаюсь девочкам, которые создают описание мастер-классы, именно платные. И также свой бренд развивают. Это замечательно. Я горжусь, что я живу в это время, когда ручной труд настолько ценен, когда вязание выходит на, вообще, на первые строчки хобби, которое монетизируется. И по всему миру это очень-очень ценится. И уже в России, слава богу, начали это ценить больше, чем даже 3-4 года назад. Сейчас это прям очень популярно. И покупать вязаные вещи, и заказывать на заказ, и вязать. Уже не видишь удивленных взглядов особо, да, когда ты говоришь, что ты вяжешь. Как-то, ну, это уже людьми воспринимается, как, ну, что-то такое естественное, нормальное. Раньше прям очень много все удивлялись. Вот. Это кратко, что я хотела вам сказать, свои мысли какие-то. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Покупаете ли вы платные мастер-классы, цените ли вы бесплатные. И как относитесь к рекламе на блогерских каналах, буду ждать вас в комментариях. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. И всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok